Друзья, всем привет! Вы на канале Спорт Клик и сегодня мы поехали в велопутешествие. Среди нас оказался человек, который только недавно купил себе Outlip. И сейчас он честно о нем расскажет, о своих впечатлениях, потому что он остался очень довольным. Но есть моменты, которые надо учитывать при покупке данных велосипедов. Итак, Алекс. Купил я его потому, что пару недель назад на канале было объявление, что продается такой же Outlip. Со смененным рулем. И он меня заинтересовал. Но Ростовка была самая маленькая, я посмотрел все характеристики на сайте. То есть меня она явно не устраивала. И совершенно случайно, полторы недели назад, в маленьком дружном сообществе велосипедистов, появилось объявление, что знакомый продает такой велосипед уже в моей Ростовке, со смененным седлом, с багажником в подарок. И так как это была уже моя самая максимальная Ростовка, я сразу же ему написал. Оказалось, что он сделал это объявление просто приколоться, бросил своему товарищу. Тот бросил в наше сообщество до 30 человек. И я был первый и единственный, кто откликнулся до его объявления. Одним словом, тем же вечером я уже сел на этот, уже не побоюсь сказать, прекрасный велосипед. И поехал свои первые 30 километров из Долгопрудного на ВДНХ. Первое впечатление, я только нажимаю на педали, и он уже едет 30-35 километров в час по асфальту. Это была очень приятная неожиданность. Откатав на нем уже 230 километров, я вчера вечером поехал в веломастерскую к проверенному мастеру, для того, чтобы провести полную протяжку всех узлов, так как продававший его человек проездил 160 километров, плюс мои 230, уже 390, пора было все протянуть. Что могу сказать? В принципе, это рекомендация всем, кто покупает любой новый велосипед, вне зависимости от его цены, вести его к мастеру. Если не сразу, то километров через 100-200, с тем, чтобы он протянул все узлы. По факту, из самого приятного, идеально работающее переключение передач, оно как было настроено с магазина, никто его не перенастраивал, и вчера в веломастерской точно так же. Посмотрели, сказали, тут трогать даже смысла нет. У меня есть такая же кассета на другом велосипеде, очень доволен, но там МТБ, а здесь переключатель пистолета работает точно так же идеально. Следующий плюс. Это первый велосипед, на котором меня устраивает стоковая резина. Эти покрышки достаточно накатисты по асфальту, при том, что они не самые узкие, 42 миллиметра, и в то же время достаточно цепкие по грунтам, и даже я специально в первую же свою поездку загнал, нашел в парке грязь, чтобы проверить, как он будет держать в грязи, отлично разрезает и держит. Следующий момент. Из минусов, которые были выявлены при обслуживании, это то, что недостаточное количество смазки было в барабане и в рулевой колонке. Но, опять же, все это исправили, заложили консистентную смазку в нужном количестве, все настроили, и вот после отладки в ведово-мастерской, он едет просто великолепно. После настройки тормозов, вот даже сегодня Максим удивился, как оно так замечательно тормозит, по сравнению с тем, что все на МТБ, а я сегодня на узких колесах. И остальные впечатления только положительные. Велосипед за свои деньги, то есть те ощущения, которые он дарит, явно больше тех денег, которые я за него заплатил. Поставив контактные педали, я просто сегодня со всеми кайфую даже на грунтах. Мог бы ты посоветовать этот велосипед в качестве альтернативы МТБхе, если человек хочет попробовать себя в более скоростных каких-то дисциплинах, или ты бы рекомендовал купить что-то там более брендовое, вот на твой взгляд? Нет, я в принципе не считаю, что нужно гнаться за брендом. Если стоит задача только попробовать, то можно взять любой велосипед, который просто приглянулся по внешнему виду и цене. Моя задача, когда я брал этот велосипед, я как раз таки уже третий сезон активно катаю на МТБ, за первые полтора сезона на своем первом МТБ я прошел 10 тысяч километров, большую часть из которых в велопоходах. Соответственно, у меня было желание попробовать на постоянной основе, не беря там у кого-то проехать 1-2-3 километра велосипед на Баране, Гревел, вот, а именно вот на постоянной основе, то есть я его купил у человека, который честно сказал, я проехал 160 километров за 7 месяцев, мне не зашло от слова совсем. Я покупал с той же задачей, проехать и понять, нужен мне такой велосипед или не нужен. Платить за это от 50, там, 70 и выше денег на БУ велосипед или от 150 и выше за новый велосипед, я смысла не видел. Поэтому я взял велосипед, который устроил меня по деньгам, привел его в идеальное техническое состояние. За 8 дней я проехал эти самые 230 километров и пока что он дарит мне только положительные эмоции. Единственное, вот, если кто-то будет покупать именно эту модель, вот, предыдущий владелец заменил седло и я с ним полностью согласен. То есть, вот, на этом седле замечательно, то, которое было стоковое, без выемки и вот такой, как бы, куполообразной формы, на нем не проедешь за день, там, 50, 100 и 150 километров. Но это то, про что я всегда говорю, что фирменные седла Outlip, они, конечно, под замену сразу... Не на всех велосипедах. Не, не на всех. Вот сегодня с вами Риот. Вот там отличное стоковое седло. Там седло сели Рояль. В остальном же просто протяжка всех узлов километров через 200-300, ну, как любой производитель советует, да, вот здесь, там, единственное, что нужно было почистить еще и отшлифовать задние колодки, потому что почему-то вот задний тормоз до этого не работал. После того, как почистили, пошлифовали задние колодки, все, все великолепно тормозит, великолепно разгоняется. Опять же, контакты, это чисто на любителя, не обязательно. Просто штатные педальки, опять же, здесь под замену. Но они тут самые простенькие. Но можно поставить свои любимые и наслаждаться. Вот. Багажник мне достался в подарок. В принципе, это, опять же, на любителя. Пока не взял подседельную сумку, катаюсь с ним. Будет подседельная сумка, сниму багажник. Но это уже такие мелочи, которые, собственно, на саму скорость не влияют. Можно ли его брать на замену МТБ? Нет. То есть, это не полноценная замена МТБ. А вот если брать его именно четко представляя, что ты будешь ездить на нем в режиме гревела, то есть, асфальт, плотные грунты, какие-то действительно там переходные состояния между асфальтом и плотными грунтами, грейдеры и так далее. То есть, что-то типа традиционного Конакова-Тверь. Замечательно. В Мещеру до нем не поехать. Там в песках просто утонешь. Ну, это из такой, из подмосковного, что катальцы знают. Я уже сегодня сказал, что, по-моему, вот идеология при создании именно этой модели была предоставить доступную по деньгам и в то же время современную замену всем хорошо известного классического ХВЗ. Для людей, которые... Вот есть люди, которые восстанавливают ХВЗ, ставят в них современные каретки, кассеты, а есть человек, который хочет прийти и купить из магазина готовое на современных компонентах. Вот по мне так вот хромолевая рама замена всем известным ХВЗ на баране. То есть, возможность попробовать, что такое гревел, хотя, опять же, искушенные ценители говорят, что эта геометрия больше шоссейная, чем гревельная. Но, опять же, как первый велосипед, в принципе, понять, нужен ли тебе велосипед такого класса, я считаю, что это отличный вариант. То есть, на данный момент я, проехав уже больше, чем его первый владелец, не собираюсь его продавать в ближайшее время. То есть, как минимум, этот сезон я на нем откатаю. Спасибо тебе за твои комментарии и рассказ об этом велосипеде. Но не могу не спросить, что бы ты пожелал будущим владельцам и нашему каналу. Катать всегда, катать везде, катать и никаких гвоздей. А каналу «Спорт Клик» продолжать информировать нас, своих зрителей, обо всех новинках достойных, которые поступают на продажу в магазины «Триал». Потому что, опять же, это очень важно, когда человек выбирает свой, особенно первый велосипед, получить информацию не только, да, и сухие цифры из каталога, а рассказанную простым человеческим языком. То есть, человек, который откатал там уже 10 сезонов на 20 разных велосипедов, он сам придет и купит то, что нужно именно ему. А человек, который стоит перед выбором своего первого или второго велосипеда, он крайне нуждается в такой информации, поданной простым человеческим языком. Там, Саня, езжай за нами, подглядывай. У меня вопрос есть курного интереса. Давай. Здесь на велосипеде, я так понимаю, стоит 35 или 37 резина, да? Здесь стоит 42 резина. То есть, он очень комфортный. У меня как раз вопрос был, влезет ли в эту раму 42 резина? Значит, в эту раму сзади влазит максимально 42 резина. По просвету спереди я вижу, что сюда можно поставить больше резину. И возможно, что это единственное, что я с ним еще сделаю. То есть, поставлю вперед резину чуть пошире, а эту покрышку использую как запасную, потому что задняя стирается гораздо быстрее. То есть, как вторую назад. Сзади был накат, а спереди был хороший зацеп, да? С тем, чтобы здесь рама хромоль, вилка стальная. Соответственно, с тем, чтобы за счет ширины резины чуть-чуть комфортнее он ехал. Да, то есть, чуть-чуть вот амортизации добавить шириной покрышки. А вот крайне хорошо залетел. Да, да, шикарно. Все. Подписывайтесь на канал Bike Brothers. Лучшие велопутешествия и велопоездки. Присоединяйтесь к нам. Собственно, именно в одном из них мы и снимаем. Это случайное, незапланированное видео. Это не постанова. Максим не знал, что я приеду на этом велосипеде. Все, спасибо тебе. Каналу Bike Brothers в развитии продолжать уже успешно. Спорт Клик. Спорт Клик? Да.